Георгий Константинович Чекалов 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 что ты сам для себя из этой профессии извлекаешь. Мне повезло тем, что я успел встретиться со многими людьми, которых уже нет в живых, и написать о них, рассказать о них людям. И в какой-то степени, благодаря мне, люди о них узнали больше, чем знали до этого. С началом национального вещания Георгий Константинович становится автором и ведущим программ на абазинском языке. Первый телевизионный журналист, вещающий с экрана на одном из самых сложных языков мира, был принят публикой на ура. Абазинская аудитория с нетерпением ждала эфировой передач, рассказывающих о жизни простых людей, о том, какие события происходят в республике. Я помню первую передачу, которую я готовил. Тогда мы снимать уже было чем, но монтировать еще не было на чем. И мы снимали монтажно. В голове уже какой-то сценарий существует. Вот здесь я должен что-то сказать, значит, нужен вот такой видеоряд. Здесь у меня человек должен говорить. Вот сейчас человек оставим, берем у него интервью. Ну вот так мы работали. И первая передача на абазинском языке у меня была посвящена языку, абазинскому языку и обучению абазинскому языку в школах республики. Личностные и человеческие достоинства Георгия Чекалова наряду с профессиональными качествами завоевали у коллег беспрекословный авторитет и уважение. К нему, как к старшему и опытному наставнику, обращались молодые репортеры, только что вставшие на путь журналистики. Венцом телевизионной карьеры Георгия Чекалова стала руководящая должность директора родной студии телевидения. Воспоминания бывших коллег о годах совместного творчества полны теплоты и сердечности. Очень твердое убеждение в том, что имя Георгия Чекала в какой-то момент стало именем нарицательным. Потому что Георгий – это честь, это совесть, это ум, это безусловный авторитет и удивительная природная скромность. И вот обладая всем этим, он 30 с лишним лет назад стал абсолютным лидером в нашей тогда еще очень молодой компании. Его мнение принималось к сведению, и не только в молодом коллективе, к его мнению прислушивалось руководство компании. Его решение всегда было самым мудрым, его предложения самыми рациональными. И как-то все, что он предлагал, было всегда принято на ура. – Долгие годы он был руководителем телевидения. Он был для нас всем – другом, наставником, старателем, потому что старался всегда для всех. Кому-то в командировку ехать надо далеко, кому-то ребенка в санаторий устроить, в садик. Любой вопрос мы могли решить с ним. И каждый раз, чтобы он когда-нибудь сказал, «Зачем вы приходите ко мне со своими вопросами?» Нет, такого не было никогда. Поэтому он и остается. Вот сейчас мы уже, может быть, реже видимся, но когда мы видим друг друга, и видишь его, эту улыбку душевную, видишь его глаза, и знаешь, вот день состоялся. Классик республиканской журналистики начинал свой путь с публицистики. Еще будучи студентом, он активно сотрудничал с редакцией газеты «Коммунизм Алашара», где помимо его репортерских статей публикуются и первые пробы пера в прозе. Любовь к словесности ему привила классная руководительница, учитель русского языка и литературы Айшат Ибрагимовна Байрамукова. Руки учителя, которые так часто держали мел и своим каллиграфическим почерком выводили тексты на доске, сейчас с любовью перебирают старые черно-белые фотографии своего первого класса. Среди них и отличник, единственный медалист не только в классе, но и первый золотой медалист в истории кубинской школы, герой нашего сюжета. Айшат Ибрагимовна до сих пор бережно хранит сочинение любимого ученика, трепетно оберегая память прошлых лет. А открытку с наставлением в будущее к своим выпускникам приводит как пример воплощения в жизнь Георгия М. Чекалова. И недаром я на последнем этапе написала слово Фёдора Жержинского «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет, высшее счастье для человека, какое он только может достигнуть». Вот он и достиг, и, наверное, многим он является примером. Своё творчество Георгий Чекалов сейчас реализует в Международном объединении содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара. Он является руководителем редакционно-издательского отдела общественной организации, параллельно занимается реализацией различных проектов. Писатель-документалист, публицист в душе Георгий Чекалов также увлечён любимым делом. Он пишет книги. Так или иначе, всё его творчество связано с родным абазинским народом. Георгий Константинович Чекалов, наверное, в организации Алашара работает порядка 10 лет. И в течение всего этого периода мы вместе работаем, вместе взаимодействуем. Я могу о нём сказать следующее. Другого такого человека с таким вот подходом, с такими знаниями, с такими умениями, с таким профессионализмом в своей жизни я не встречал никогда. Человек, профессионал, человек, который знает свою деятельность от А до Я, человек, который всегда готов помочь, который готов оказать руку помощи, человек, к которому можно по любому вопросу обратиться и который в любом случае поможет и сделает всё, что от него требуется, всё, что от него необходимо. К своему 60-летнему юбилею Георгий Константинович подходит философски, как к непогоде, которая всегда сменяется теплом и солнцем. Это просто повод подвести итоги и шагнуть дальше. И благодаря Всевышнему есть с кем делать эти шаги. Самые близкие люди и семья рядом. Настоящие друзья всегда подставят плечо, а позитивный настрой и вера в красивое будущее – залог ощущения полноты счастья. – Продолжать жить и продолжать что-то, пытаться делать что-то полезное. Часто ко мне обращаются люди, надо то, надо это. Стараюсь идти навстречу, чем-то помочь. Есть работа, здесь стараюсь быть чем-то полезным. Хотя уже здесь молодежь больше крутится, активнее работает. Ну вот, меня тоже как-то из жизни еще не учеркивает. Вроде еще востребовано. Что такое 60 лет для человека? Для современного мужчины. Вот кто знает, сколько Чекалов проходит пешком каждый день, тот никогда не усомнится в том, что впереди у него большой, светлый, добрый путь. Работы еще очень много. В конце концов, в семье Чекалова трое сыновей. Это три оттасочки, три невесты должны еще войти в эту семью. Нет ли повода жить и радоваться? Впереди много работы. И для этого у него есть много сил. Главное – желание. И вообще, мне кажется, имя, данное ему при рождении, Георгий, он полностью оправдал. Наш Чекалов, наш Жора, наш Георгий – он победитель. Фатима Даурова, Фатима Хунова, Олег Молхожев, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.